Всем доброе утро! С вами Олег Рожков. Сегодня я расскажу вам про промышленных альпинистов. Сколько эти люди зарабатывают, почему страх одна из самых важных эмоций в их работе, и как в этом ремесле уживается романтика и опасность. Поехали! Рядом со мной Дмитрий Быкатцев, он промышленный альпинист уже с большим стажем, и сегодня он мне расскажет вообще, как это быть человеком, который работает на высоте. Здравствуйте, я Дмитрий Быкатцев, в промышленном альпинисте работаю уже 7 лет. Однажды мне приходилось работать на высоте 240 метров. Сейчас я вам расскажу, каково это работать в промышленном альпинисте. Дим, рассказывай, насколько вообще страшно тебе работать? На самом деле, при высотных работах страх всегда должен присутствовать без страха. Люди, можно сказать, надолго у нас не остаются в работе. Это главный аспект. То есть бояться ты всегда должен? Бояться всегда должен. Без страха как бы вылазить запрещаем вообще людям. Но без страха человек перестает контролировать себя в работе, он перестает воспринимать какие-то аспекты, которые должны быть. То есть он может не обратить внимание на какую-то опасность? Да, он может не обратить внимание на опасность и забыться, перестегнуться или замуфтовать карабин, а это грозит серьезными последствиями. Смотри, тогда, значит, вы как-то обучаете, правильно, людей, которые уже полезут туда наверх? Да, все сотрудники в альпинизме обучаются в специализированных учреждениях. В основном они находятся в Москве, у нас в Тамбове нет таких учреждений. Отправляются человек на обучение, обучаются в течение каких-то одного-двух месяцев. Ему рассказывают, как правильно пользоваться всем снаряжением, показывают на практике, как правильно вывешиваться, как правильно работать, перестегиваться. Я слышал, что должна быть специальная лицензия на то, чтобы быть промышленным альпинистом. Это так или нет? Да, у каждого альпиниста есть свое личное дело, личная карточка, в которой ведутся все виды работ, которые он проводит на объектах. Это напрямую у заказчика пишется количество часов, сколько он провисел именно на снаряжении, на веревках. Ну а бы кого не берут, как я понимаю, да? Человек все равно должен быть физически подготовлен, он должен быть здоров. Человек должен физически подготовлен, да. Перед обучением каждый сотрудник проходит метасвидетельность, получает медкнижку и медсправку для работ на высоте. А какие противопоказания могут быть в здоровье, чтобы человека не допустили на высоту? Противопоказания – это переломы в детстве, то есть противопоказанность переломами, с нарушением нервной системы, с нарушениями каких-то двигательных эффектов. То есть зрение тоже самое должно быть очень хорошее. Дим, по обязанностям промышленных альпинистов, расскажи, чем вообще вы на высоте занимаетесь? Да, вообще спектр услуг очень большой. Альпинист – это не только человек, который умеет работать на веревках, но и тот, который выполняет большой спектр работы. Это общестроительные в основном работы, это покрасочные работы, это маляры, сварщики. Вот эти швы, про которые ты сказал, да, вот это все туда же относится? Да, это все, конечно, относится, но это не основной вид работы. Промышленный альпинист выполняет большой спектр работы. Это мойка, это штукатурка, это ремонт, это демонтаж, монтаж каких-то металлоконструкций. Но не только на зданиях промышленные альпинисты работают, они работают по опиловке деревьев, это высотные аварийные деревья какие-то, которые... То есть обязанностей очень много получается. Да, обязанностей очень много. И в основном нет таких людей, которые выполняют один человек, все обязанности, в основном есть отдельные бригады, которые направлены на одно или другое направление. Ну, то есть смотри, помимо того, что ты должен хорошо уметь подниматься на высоту, ты еще должен либо умеешь поклевать там, штукатурить, что-то такое. Да, 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 конечно. Неплохо. Дим, на тебе очень много снаряжения, различные карабины, пояса. Расскажи немного про это. Это действительно все тебе необходимо? Или есть какие-то вещи запасные специально? Что вообще? Да, это стандартный примерно набор альпиниста при выполнении работ. Это имеется два спусковых устройства. Одно основное, на котором постоянно висишь, и второе для перевешивания на разнесенку так называемую. Что это такое? Разнесенка – это когда берется какой-то участок по горизонтали и ты должен, к примеру, от одной точки переместиться вправо или лево до другой точки. То есть ты должен висеть на основной, у тебя дополнительная веревка. Это чтобы по горизонтали, в общем, двигаться. Передвигаться по горизонтали, именно, да. Мы используем шант для использования страховки. В случае срыва он блокируется на веревке, и мы остаемся на той точке, в которой висели. Дополнительно мы используем жумары. Это в случае, если мы слишком сильно спустились, или где-то нужно подняться. Это вот эта штука, да? Да. Или где-то подняться сверху. Мы встегаем и с помощью этого приспособления поднимаемся вверх по веревке. Дорогое обмундирование? Да, снаряжение дорогое достаточно, да. Если кто-то начинающий хочет пойти в альпинист, ну, самостоятельно, да, у нас есть как бы в Тамбове для себя кто-то лазит, то полный комплект снаряжения будет в районе, там, от 50 тысяч и выше. Хороший сертифицированный комплект снаряжения. Окей, давай тогда сейчас твое снаряжение все в деле проверим. Попробуешь подняться на высоту, я так, с краешек понаблюдаю. Потому что мне, если я даже сейчас захочу, меня не допустят на объект, правильно? Да, не допустят. Это очень жаль, хотелось бы, конечно, попробовать, но я посмотрю фильм «Скалолаз» просто и все, и успокоюсь на этом. Можно так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все, мы на рабочем месте промышленного альпиниста. Дмитрий, кстати, по поводу страха вот хотел с тобой поговорить. Мне там твои коллеги кое-что рассказали, как бороться со страхом. И вообще, когда он у тебя пропал? Ну, страх до конца никогда не пропадает. Каждый раз, когда вывешиваешься, у тебя чувство ответственности, чувство переживания за то, что вдруг что-то неправильно сделаешь, неправильно завязал, вылазишь. Самая крайняя точка страха – это тот момент, когда ты на самой крыше, на самом кончике отпускаешь руки от края парапета, и тогда понимаешь, что ты все вывесил, и все уже будет хорошо. Я, в общем, слышал, что альпинисты промышленные много зарабатывают. Скажи, это правда или нет? К чему люди сюда идут? Люди, да, здесь зарабатывают, потому что, во-первых, работа связана с риском, с ответственностью. И, собственно говоря, за риск и платят деньги. Ну, ты сюда из-за чего пошел? Потому что здесь адреналина много или просто заработаешь? Я пришел сюда не ради, сказать, приходил сюда не ради денег, пришел ради красивых видов. Это просто шикарные виды со всех многоэтажек города Тамбова, и не только, потому что не только в Тамбове работаем. Там можно будет делать хорошие снимки с высоты, плюс это закаты, рассветы, очень красиво, и работа просто нравится. Ну, то есть, получается, что в промышленном альпинизме романтика граничит с какой-то опасностью. Да. Вот по поводу романтики. Бывает ли такое, что вам какие-то нестандартные заказы поступают? Может быть, там кому-то цветы доставить, спуститься? Бывает, бывает. Достаточно и цветы доставляем. Просят одеться, просят даже кого-то вывесить, но, соответственно, мы вынуждены отказывать, потому что не имеем права кого-то, людей необычных вывешивать на веревке. Дарим также в окна цветы, какие-то подарки. Вполне, да. А бывали какие-нибудь вообще супер нестандартные просьбы, какие-нибудь забавные ситуации с этим связанные? Один раз была такая просьба, позвонила девушка, говорит, нам нужны фотографии, ну, эрактического содержания в форме. Альпинистом нужен? Да, альпинистом. Мы, говорит, девушек, дайте нам снаряжение, мы оснарядим девушек и будем устраивать фотосессию на веревках. И вы что сказали? Мы, естественно, отказались. И затея была интересная. Что, на девчонок неинтересно было снаряги посмотреть? Интересно, интересно. Ну, а вообще много берете? Вот, например, там, то, чтобы цветы доставить, например, сколько такая услуга? Ну, в районе 3-5 тысяч рублей. Это приехать на объект, вывеситься на крышу, спуститься, сделать подарок. И все на этом заканчивается. По времени это уходит порядка 2-3 часов с учетом подготовки. Смотри, а вот когда ты, например, там, неделю не поподнимался, да, а потом через день тебе пришлось, есть чувство страха еще больше, что вы отвыкли, что-то забыли? Если долгое время этим не заниматься, конечно, страх со временем увеличивается. Но ты уже понимаешь, что ты все знаешь и знаешь, как чему подойти, как подняться, как спуститься. Это опыт дает уже о себе знать. Но в целом это не так может быть опасно, как кажется на первый взгляд, да, потому что очень много снаряжения. Если ты всегда держишь в уме определенные правила, о которых мы с тобой говорили, то с тобой должно быть все в порядке. Если человек обучен и знает свое дело, это несложно. То есть на это уходит минимум времени. Если, конечно, человек только пришел, он только начинает работать, у него не было никакого-то опыта, поначалу ему дается очень сложно. То есть нужно запоминать, нужно по несколько раз проверять все, замуфтован ли карабин или там правильно ли степнуто спусковое устройство. Потому что это все-таки ответственность, и каждый человек сам за себя отвечает. Так что если вы вдруг захотите стать промышленным альпинистом, то впереди вас ждет пару месяцев обучения. Всегда главный фактор в голове, который у вас должен быть, это вы не должны, то есть вернее вы должны бояться, чтобы не испортить чего-то и вообще не погубить свою жизнь. Так что будьте внимательны, но если захотите цветы свои девушки достать, то узнаете теперь, к кому обратиться. С вами был Олег Рожков, всего доброго!